всем привет сегодня мы поедем на экскурсию в тулу мы там уже бывали но уже давно поэтому решили обновить картинку вот моего мужчины отпуск сегодня понедельник и вот мы решили попутешествовать стараюсь что-нибудь заснять едем ехать на полтора часа решила перекусить мороженое вот приехали фонтанчик сейчас пойдем погуляем по кремлю пойдемте гулять здесь самоваров мы вообще здесь были красивое старинное здание а музей самоваров работает я бы сходила ой кто-то кепку потерял пульский кремль жара что-то тут страшное ну внутри церкви мы не стали снимать на всякий случай хотя вроде они сказали потому что я без складка ну там все классические вот такие двери влече нравится. Очень люблю такое. Это вот здесь, по-моему, может быть. Сразу хочу пояснить, я не верующий человек, ни в какие религии. Я вообще не верю, у меня есть свои какие-то мысли, своя вера в природу, в энергию. Просто любую с архитектурой. Так, пытаемся попасть на набережную, погулять. Вот это набережная, такие трубы. Трубы уже на той стороне далеко. Ну, это же не очень красиво. Картинка же не очень красивая. Идем вдоль стены. Кремль мне не понравился. Наводил какой-то, и смотреть там нечего. Пустошь одна. А вот дерево зато очень обалденно. Ну-ка, подержи. Я пойду покажу, какого оно размера. Вот комбинация. Вот это я люблю. Это очень старинное дерево. Оно видело все. Это больше похоже на осину, конечно. Или тополь. Это городовой. Симпотичненько. И шли мы на набережную и завернули, потому что нашли улочку пешеходную. Такую красивую, со старыми домиками. Наверное, это были торговые какие-нибудь ряды. Какие-нибудь помещики тут, наверное, жили. Купцы. Обожаю такую атмосферу вот этих домиков старинных. Двери вот эти старинные. Просто обожаю. Вот это у всего чем-то таким веет. Не знаю. Какой-то теплотой. Как-то люди все с любовью делали. Сейчас эти серые коробки. Дом живой. Середина 19 века. Но, если честно, я в эти все таблички не очень верю. Наша история оставляет желать лучшего ее. Именно фукатологическая часть. Боже мой. Вот на какие нюансы надо обращать внимание. Ой, какие дверки. Хорошо, что они сохранились. Во многих местах мы просто много по России ездим. И двери заменены на пластиковые. Я это не люблю. Так это здорово, конечно. Это в лесах. Жалко красивое все здание. Очень красивое. Прошлый раз мы приезжали, мы не видели этой улочки. А что это там написано? Археология, это что такое? Первый год, Алексей, найдешь так, что археология. А почему здесь машины ездят? Это проезжая часть? Не думаю, да. Я думаю, это пешеходная дорога. Ой, какой тоже красивый. Вот этот желтый кредаль. Называется вот эта зданица. Это тоже музей. Исторический музей-филиал. Музей Чаепития. Дни музея. Там тоже музей прикладного. Инородного искусства. Какой хорошенький. Так, продолжаем путь на набережную. Так. Тут какой-то тоже домик симпатичный, отреставрированный. Но явно старый. Очень жарко. Так. Мы пришли. Как всегда, вдоль набережной заводы. Но это логично. Идем посмотрим набережную. Чего это? Что здесь за водоем? О, смотри, как здорово они тут. Просто заборчик оформили. Ни тенечка нету, ничего. Это ужас. Ой, смотри, там фонтанчик даже есть. Потому что это за красные штуковины. Что это за красные штуковины стоят? Что это такое? Уточки. Видите? С утяточками. С утяточками. Ух ты. Класс. Что-то у них тут розы все подвятшие какие-то. Непорядок. О, на гитарах играют. Один одинокий фонтанчик. А здесь какая-то зона развлечения, так понимаю. Один фонтанчик на всю речку. Так что это за речушка-то? Купаться можно? Так мы и не поняли, что это за красные штуковины. Фонтанчик. Фонтанчик. Субтитры сделал DimaTorzok Ехали мы, ехали, увидели какое-то религиозное здание, решили заглянуть, посмотреть. Церковь 12 апостолов, 1903 год постройки. Но я эту информацию всегда делю на 50. Территория красивая, в такую жару, в такой прохладные татуи везде. Приятно немножечко охладиться. Ой, прям такая оживительная тень. Очень приятно здесь. Под туйми. Мы приехали в Всесвятский собор. Здесь же кладбище. Может, я как-то неправильно называю, простите, сложно выговорить. Кладбище посещать обязательно, потому что это также входит в исторический комплекс. Очень много интересного можно на кладбище увидеть. Ну, если это старое кладбище, естественно. Очень много интересного можно узнать. Так, прикольная вот эта вот колокольня, как ее назвать? Не знаю, часовня? Да, с часиками. Ну, как архитектурное зрелище, неплохо. Такой пузатенький, красивый. Вон там я уже вижу 1892 год. Могилка. Интересно, здесь большое кладбище или вот только вот то, что здесь вот. Красивая вот эта часовня мне нравится. Там какие-то ангелочки. Интересно, может, спросите, где у них конкретно прям вот старые какие? Прямо около церкви, да? Угу. Очень красивая статуя. Вот мы в некоторых храмах снимали статуи ангелочков. Это было ужасно. Это были просто уродливые лица. Как будто из гипса сделано. Здесь красивое лицо, такие цветочки. Крылья были сломаны, их вот приклеили. Красиво, хорошая работа. Какое окно огромное. Красота. Там такая тропка приятная. Туда? А что тут написано? 76-й? Ой, ничего не видно, по-моему. Колокольня, а ты мне сказал часовня. Так, мы пошли по этой тропке. Идем по кладбищу. Посмотрим сейчас, какие тут года. Ну да, здесь 50-е. Видишь, 20-е. Вот 20-е есть. Это такое, да, более советское. Ну, на фотографиях там было, что тут есть какие-то старые. 1902-й, 1948-й. Ну так, вот тут есть и, видишь, дореволюционные, послереволюционные. 14-й, 12-й. Ну, это вот наши, типа, бабушки, дедушки. А старые с той стороны, наверное. Пойдем туда? В обратную сторону туда, да? Угу, налево. Ой, вот какие-то мы нашли. Постарее. Тут вообще не пробраться. Здесь как-то очень все заброшено. Железная ржавая штука. Ой. Вот-вот самый старый, Андрей. Вот. Пожалуйста. Оно перевернуто, видишь, надгробие. Оно валяется, вот валяется. Вот так относится к нашей истории. Поэтому не верьте, что у нас сохраняется история как-то. Вот так относится к нашим предкам. Ничего не изучается, ничего не узнается, почему такие надгробия. Ой, здесь вообще все перевернуто. Вообще нет каких-то ухоженных. Все какое-то... Ну там смотри, какой там какой-то... Блин, туда бы пролезть. Пойдешь туда? Вон смотри, с каким-то... Не поледишь? Не хочешь? Интересно, вот эта черная, она старая или нет? Не вижу ничего. 801 год? Что? Ты это видишь? Не фиксируется. А выглядит сама вот эта штука, она мраморная, что ли? Она выглядит как отполированная, все как будто только что сделано. Да уж. Там прикольное какое-то надгробие. Там какой-то стоит мечник с мечом, с крыльями. Ты видишь это? Да я туда не полезу. Ты что, не толкайся, я боюсь. Я боюсь. Но мне это не покажет, наверное. Вот так немножко видно. Ой. Для меня, конечно, здесь все равно. Хотя, вроде как, я все это не верю, но какая-то неприятная энергетика. Как будто давит на голову. Но вообще я мнительный человек, конечно. Вот такие вот надгробия. Зай, там кто-то прыгает. Здесь вообще мхом покрылось. Вот они просто здесь навалены, покрыты мхом. Очень странно все это. Дверка такая. Вот сюда нам нельзя. Без разрешения снимать я не могу почему-то. Хотя все наследие принадлежит каждому человеку. Достояние. Должна спрашивать разрешение еще, чтобы посмотреть просто. Поснимать, посмотреть. Антех с дудой. Мне что-то кажется, что они какие-то новодельные из гипса. Нет? Почему ты так говоришь? Ты же не знаешь. И вот там дальше тоже фигурка. Видишь? Вот очень похоже, что это вообще один мастер просто этих ангелочков делал. Потому что красивые лица, хорошая, качественная работа. А вот те вот ангелы с дудами, они очень некрасивые. И, скорее всего, вот того ангелочка внизу принесли откуда-то с кладбища. Туда поставили. Тульский некрополь. Да уж. Просто круглый камень. Отсюда, наверное, ангел сняли. Тебе не кажется? Ну вот 1800 какие-то. Но все равно, нифига себе пожил, чел. Это же сколько ему лет было? 80? Меньше? А, мне вообще показалось. Такая разница, 1893. То есть, ну это не так много. Из-за того, что такая еда-то, да? Разные. Кажется, что прям что-то неимоверное. Еще одно религиозное место. Пойдем прогуляемся. Так, тут нереально пройти. Историко-мемориальный музей Демидовых. Куда что надо идти? Пока непонятненько. В Туле, конечно, очень много чего есть посмотреть. И улицы красивые со старыми домами. И так вот за один день, конечно, это все невозможно обойти. Музей Демидовых. Уже, наверное, закрыт. Как всегда. Я во всех городах с музеями все время. Вот, понедельник, выходной. Вот всегда так у меня. В один город приезжаем. В среду выходной мы в среду приехали. Здесь почему-то именно в понедельник. Ну ладно, просто погуляем. Я люблю очень старинные парки. Дворянские. Тут даже что-то открыто. Можно зайти. На Дворянский не очень похожий парк. Все деревья совсем молодые. У нас опять не выгонят. Колокольня. Колокольня. Тоже очень необычная. Я много колокольн видела. Так называется. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok